Здравствуйте, друзья! Рада приветствовать вас на канале 5 января, город Каменскуральский, Свердловская область. Сегодня я хочу показать вам две серии низкорослой обильно цветущей петуни, которая у нас поступила в продажу. Еще одна отличительная черта этих двух серий, кроме того, что она обильно цветущая, она еще очень устойчива к непогоде, к осадкам. Если на протяжении длительного времени идут дожди, эта петуния остается обрядная, достаточно плотная, имеется цветие и, конечно, очень яркая окраска, очень яркая, привлекательная окраска. Ну и сейчас я вам по цветам покажу и немножко расскажу об этих сериях. Конечно, в любом, наверное, саду обязательно выращивается петуния, без нее просто никуда. Вот, и выбор вот сейчас просто отличный. Давайте будем вот так вот с вами, наверное, сейчас я немножко приближу камеру, чтобы получше было видно каждый отдельный пакетик. Вот так вот будем с вами любоваться на эту петунию. Серия мамба, первая вот эта серия, высота растений 15-25 сантиметров. Можно выращивать в кашпо на балконе, можно выращивать на клумбе и также в кашпо на, либо в вазонах на открытом грунте в саду. Можно хорошо ее миксовать. Она очень хорошо миксуется, так как кустик компактный, невысокий. Единственное, что если вы берете петунию в миксовку, нужно, конечно, подбирать по цветам и не нужно брать очень большие горшки. Для этой серии, для мамба достаточно, если вы высаживаете одно растение, достаточно горшка 2,5-3 литра. Ну а если вы решили создать миксовку в кашпо, либо в вазоне, то тоже из расчета 2,5-3 литра на одно растение подбираем вот такие объемы горшков, либо кашпо. Если же мы выращиваем петунию в кашпо, обязательно вносим удобрения пролонгированного действия. Ну в принципе, если вы выращиваете эту петунию на клумбе, любую петунию, я также рекомендую пользоваться удобрениями пролонгированного действия. Тогда не нужно будет часто проводить подкормки. Единственное, что раз в месяц опрыскиваем витаминами аквамикс. И вот я опрыскиваю агатом, чтобы растения не болели. И все. Мамба. Я сейчас покажу вам расцветки, какие поступили в продажу. Сразу хочу сказать, что 7 гранул упаковочки здесь. И срок годности очень хороший. Есть до конца 26 года, до декабря 26 года, есть до декабря 25 года. То есть семена все свежие. Отличная серия генетически низкорослых, обильно цветущих гибридов. Вот как я уже вам и сказала. И диаметр цветка 8-9 сантиметров. Мамба красная. Сейчас я вам покажу, для начинающих, конечно, какие расцветки хорошо миксуются. Все-таки для миксов нужно брать расцветки с однотонной окраской, на мой взгляд. Следующая. Лазурный берег. Тоже для миксовки хороша. Также очень хороша. Мамба белая. И вот у нас уже получился наш российский триколор с вами. Так, затем, значит, из плотных таких, которые подходят к миксу, я буду оставлять здесь белую, чтобы можно было понять все-таки, какие цвета подходят. Пурпурная, очень насыщенный, плотный цвет, очень красивый, эффектно очень смотрится вот эта окраска. Следующий цвет, это фиолетовая. Фиолетовая, для микса, тоже очень хороша. Вот она. Так, и еще у меня тут для миксовки подходит очень хорошо бургунди. Ну и также хочу для начинающих садоводов сказать, если вы решили миксовать питунью, то нужно в один микс брать все-таки одной серии питунь. Так как даже, несмотря на то, что вот сегодня я буду показывать еще одну серию, это серия Аладдин в ролике, но они отличаются и по форме цветка, и по высоте немного отличаются. Поэтому самые красивые миксы получаются, когда мы высаживаем одну серию в одно кашпо, либо на клумбу. Так, это вот цвета, которые у нас очень хороши для миксовки. И теперь я покажу вам цвета, которые все-таки лучше высаживать не в миксах, а как самостоятельное растение. Орхидея цвет очень красивый, необыкновенно красивый, яркий, плотный. Рекомендую. Вообще все вот эти расцветки я выращивала мамба, мне очень все расцветки понравились, поэтому не могу даже сказать, что какой-то цвет мне тут не нравится. Следующая небесно-голубая, тоже такая очень нежная, с белым центром внутри, переходит, конечно, из этого белого центра к краю более насыщенно-фиолетовая, такая сине-фиолетовая окраска. Мамба красное утро, то же самое, только уже в красных тонах. Мамба синяя с прожилками, очень нежная окраска. И мамба розовая с прожилками, нежнейшая тоже. Вот, в принципе, все по серии Мамба. Следующая серия, это у нас серия Лимбо. Серию Лимбо тут все у нас окраски подходят для микса. Так, красная не входит в кадр, но ничего, я сейчас отдельно покажу. Серия Алладин. Здесь у нас высота чуть повыше, от 25 до 40 сантиметров. И диаметр цветка тоже покрупнее, 8-10 сантиметров. Край листочков на цветах, он волнистый. То есть они не махровые, но имеют такой волнистый край. Если мамба у ней более ровные края лепестков, то у Лимбо более волнистый. Также можем выращивать как на открытом грунте, так и на балконах. Здесь у нас розовая, хорошо миксуется, конечно, с белым. Следующая также оставим белую для того, чтобы сравнивать, как подходят эти цвета. Бордовая, очень насыщенная, краска яркая. И красная. По 30 гранул в упаковочке. Да, и срок годности здесь у нас до конца 25-го года. В ампулках здесь все. Ну что, друзья, я приглашаю всех наших городских покупателей за покупками. Также у нас очень большой сейчас выбор не только низкорослых петуний, но и махровых петуний. И все вот эти мощные, огромные сорта и торнадо, и что у нас там еще? И джаконды. В общем, всяких полно петуний. Я еще буду подборки эти снимать, то, что есть в наличии в магазине. Хочу напомнить для жителей Каменско-Уральского, что магазин наш находится по адресу Проспект Победы, 48. Это напротив торгового центра Каменск-Сити-Мол. И наш магазин находится в центре здания. Так как, делаю на это акцент, так как в нашем здании два садовых магазина. Наш магазин в центре здания. Называется он магазин дачи. Ассортимент очень хороший, как по цветочным культурам, так и, конечно, по овощным. Неоднократно уже говорила, что, наверное, в нашем магазине самый большой ассортимент. Несмотря на то, что магазин очень небольшой. Стараюсь поддерживать, конечно, ассортимент, чтобы было что выбрать. Сейчас есть очень редкие сорта и томатов, и огурцов. Такие, можно сказать, коллекционные, которые не так просто закупить. Пока все в наличии есть. Пока еще только год начался, сезон начался. Все есть в наличии. Поэтому приходите, не затягивайте. Мы всегда рады вас обслужить. На этом я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok